Джили уверенно завоевывает позиции на рынке электрифицированных автомобилей и новый гибридный кроссовер Galaxy Starship 7 яркое тому подтверждение. Этот подключаемый гибрид с бензиновым двигателем и электромотором оснащен новой передовой силовой установкой North Tor EMI, которая призвана превзойти превосходство уже зарекомендовавшей себя технологии BUID-DM i5-го поколения. Своим появлением Galaxy Starship 7 произвел настоящий фурор среди китайских брендов, впечатлив автолюбителей и экспертов. Модель Galaxy Starship, название которой переводится как «космический корабль», была представлена в месте, максимально отражающем ее образ. Флагман Galaxy был представлен на борту настоящего военного корабля, подчеркивая ее технологическую мощь и инновационность. В этом видео мы разберем Galaxy Starship 7, расскажем об уникальных дизайнерских решениях, технических характеристиках и особенностях гибридной силовой установки. Galaxy Starship 7, разработанный на основе той же глобальной интеллектуальной архитектуры нового поколения GEA, что и чисто электрический Galaxy i5. Обладает явными сходствами с его электрическим собратом, особенно в центральной части кузова. Однако, несмотря на схожесть, передняя и задняя части автомобиля были значительно переработаны, придавая ему уникальность. Передняя часть гибрида получила световую полосу по всей ширине, которая стала основным акцентом дизайна, а многоуровневые дневные ходовые огни с обеих сторон добавляют автомобилю современности. Основные фары были перемещены вниз, в бампер, что также меняет общий облик. Интересным является и отсутствие подсвеченной решетки, которая является опциональной для модели i5. Задняя часть автомобиля также претерпела изменения. Графика задних фонарей была слегка модифицирована, а углубление для номерного знака теперь расположено на задней двери. Единственное заметное отличие – традиционные дверные ручки, заменившие выдвижные. В профиле, линии остекления и облики задней части просматриваются сходства с Porsche Macan. Аэродинамические колеса i5 были заменены на стильные многоспецовые варианты размером 18 или 19 дюймов. С точки зрения аэродинамики, Starship 7 имеет коэффициент лобового сопротивления 0,288, что немного выше по сравнению 0,269 у i5, но все равно остается на высоком уровне для автомобилей этого класса. Этот кроссовер имеет такие габариты. Длина составляет 4740 мм, ширина – 1905 мм, а высота – 1685 мм. Колесная база – 2755 мм. По размерам он немного превосходит электрический Galaxy i5, что подчеркивает его ориентированность на удобство и простор. В зависимости от комплектации, снаряженная масса варьируется от 1724 до 1790 кг. Радиус поворота составляет 5,3 м, что обеспечивает хорошую маневренность при парковке и на узких улицах. К тому же, этот кроссовер доступен в шести цветах – зеленом, серебристом, белом, сером, черном и синим. Одной из ключевых технических инноваций нового Galaxy Starship 7 стала гибридная силовая установка NordTor 2, которая удивила своей эффективностью и мощностью. Этот агрегат превосходит показатели конкурентов, таких как BioID, и представляет собой настоящее достижение в области гибридных технологий. В основе этой гибридной установки лежит полтора-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 112 лошадиных сил. Зато тепловой КПД этого двигателя составил 46,5%, что на данный момент является самым высоким показателем в мире, как говорит производитель. В сочетании с бензиновым мотором работает электропривод EDHT, состоящий из 11 компонентов, включая два электродвигателя, коробку передач и модули управления, объединенных в одном корпусе. Эта система способна выдавать до 218 лошадиных сил в электрическом режиме. Новинка оснащается батареями емкостью 19,1 и 29 кВт-часа, что позволяет автомобилю проезжать 101 или 150 км в полностью электрическом режиме по китайскому циклу CLTC. Хотя в реальных условиях эти показатели могут быть немного ниже, они все равно обеспечивают достойный запас хода. Быстрая зарядка постоянного тока дает возможность зарядить батарею с 30 до 80% за заявленные 20 минут. Что касается динамики, то разгон кроссовера до 100 км в час занимает всего 7,5 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км в час. Расход топлива, в зависимости от состояния батареи, колеблется от 2,6 литра на 100 км в гибридном режиме до 4,8 литра при разряженной батарее. С полным баком на 51 литр и зарядом батареи автомобиль может преодолеть до 1430 км пути. Интерьер Geely Galaxy Starship 7 доступный в двух элегантных цветах – коричневом и белом. Сочетает в себе передовые технологии и высококачественные материалы, создавая неповторимую атмосферу роскоши и комфорта. Дизайн салона в целом напоминает стиль электромобиля Galaxy E5, сохраняя узнаваемые элементы. Одним из ярких акцентов является рулевое колесо с двумя спицами и плоским дном, которое оснащено сенсорными кнопками с обеих сторон. За рулевым колесом расположена приборная панель на 10,2 дюйма, а за ней проекционный дисплей на 13,8 дюймов, центральный экран мультимедии на 14,6 дюймов, который управляет множеством функций. Операционная система Galaxy Flame Auto обеспечивает удобство в использовании и позволяет с легкостью настроить все параметры автомобиля. Неподалеку от экрана находятся тонкие дефлекторы обдува, а сама передняя панель и дверные карты украшены элегантной подсветкой, создающей уют и атмосферу современности. Центральная консоль включает в себя не только изящную панель с физическими кнопками для быстрого доступа, но и площадку для беспроводной зарядки смартфона мощностью 50 Вт. Передние сидения оборудованы 14-точечным массажем, обогревом и вентиляцией, обеспечивая высший комфорт для водителя и пассажиров. Звуковая система Flyam Sound с 16 динамиками, включая специальные колонки в подголовниках и три круглых динамика на передней панели, обладает мощностью в 1000 Вт, погружая в богатое и четкое звучание. Интересной особенностью является наличие внешних динамиков, которые могут воспроизводить интерактивные голоса или имитировать звуки животных. Для повышения комфорта и удобства кроссовер также оснащен панорамным люком и солнцезащитную шторку с электроприводом. Сзади также имеется большой багажник на 628 литров, с учетом дополнительного пространства, которое можно получить опустив пол. Но это еще не все. При сложенных задних сидениях пространство для груза увеличивается до 2065 литров, а его длина достигает 1856 мм, что открывает дополнительные возможности для перевозки крупных и длинных предметов. Старшип 7 дебютирует в Китае уже в конце этого года, и эта новинка обещает стать настоящим прорывом на рынке. Хотя производитель пока не озвучил точную цену, китайские СМИ ожидают, что стоимость базовой версии составит около 21 тысячи долларов. Galaxy Starship 7 – это не просто новый кроссовер, а часть амбициозного плана GILI по выпуску семи гибридных и полностью электрических моделей в линейке Galaxy к 2025 году. Модель не только обещает впечатляющие характеристики, но и сосредоточена на устранении недостатков конкурентов, задавая новый стандарт в классе. Для достижения успеха на рынке GILI акцентирует внимание на простом и прозрачном подходе к ценообразованию, предлагая гибкую систему конфигураций. Такой подход позволяет покупателям выбирать только необходимые опции, делая модель доступной для более широкой аудитории. Galaxy Starship 7 обещает стать значимым игроком, который способен изменить восприятие гибридных кроссоверов, объединяя в себе современные технологии, высокую производительность и доступность. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Ваша поддержка очень важна для нас, и она помогает нам делать контент еще лучше. До новых встреч на канале! Субтитры создавал DimaTorzok